всем привет с вами ванок и настало время поговорить про игрушку for honor она сейчас находится в состоянии разработки уже успела наделать определенное количество шума и в целом наверное все таки можно сказать что она связана с тематикой нашего сайта с тематикой канала а поэтому стоит внимание стоит определенного времени на ее освещение чтобы просто понять что это такое что от нее ждать и стоит ли нам эту игрушку рассматривать как конкурент монолорд как какой-то ее аналог и все в этом духе ну начать пожалуй стоит с имени ее разработчика это юбисофт монреал это компания которая делала и делает такие хиты как серия ассасин крит как far cry в общем на самом деле очень большой набор у данной студии игр вышедших тут можно сказать что практически каждая игра это хит это игрушка которая заслужила внимание пресса заслужила внимание игроков но с другой стороны если так говорить по-честному из на самом деле этот момент уже озвучивали и на форуме то можно сказать что монтреальцы это ребята которые берутся только за именно такую бестселлеры за хиты за игрушку которая не будет своей концепции вызывать каких-то сложных вопросов которые не будет рассчитывать на то что вдруг выстрелит а может быть вдруг и не выстрелит то есть гарантированно что эта игрушка продаваться гарантированно что он должна стать хитом и никак иначе то есть это такая общая концепция юбисофта в принципе и и их подразделение montreal в частности конечно это накладывает определенные нюансы потому что одно дело тот же mountain blade серия также серия чевалри когда разработчики в принципе понимали что они могут промахнуться но они делали игрушку которая соответствовала их определенным внутренним убеждением пленными концепции которая должна была стать не обязательно прорывный но в определенном роде новаторской здесь же у нас по сути игра идет по проторенной дорожке и кстати очень сильно меня напоминает war of the roses но давайте сначала немножко поговорим о игром процессе в целом в том я расскажу почему собственно напоминает но здесь концепция простая у нас есть здесь несколько различных фракций это фракция рыцари это фракция самураев и это фракция викингов так сказать по надергали из разных эпох понемножку что уже наводит на некоторые ассоциации с дэдлис фариореса кто не в курсе то это дополнение для чевалри которая вышла но относительно давно стала не настолько мне кажется популярным как основная серия но имела свою козырь виде нескольких различных фракций самураев ниди там их достаточно много было побольше чем фонар обещает но общая концепция что разные эпохи разные фракции совершенно независимы друг от друга присутствовали и вот тут то же самое плюс у нас тут еще ко всему прочему есть разделение на обычных юнитов на солдат который представляет собой мясо и на героев вот мы будем играть за героев то есть на специальных крутых таких юнитах которые кстати говоря у нас увеличены в размерах то есть они наголо выше обычных солдат видимо чтобы игроки не путались и они обладают у нас своими спец возможностями различными способностями делать комбо больно бить и так далее кружка кстати говоря у нас ожидается сетевая то есть у нас будет сражение по большей части с другими игроками то есть другими такими же героями мы будем с ними резаться сражаться ролики которые выпустили разработчики это демонстрирует у нас уже был ролик с е3 который проходил в этом году там у нас сражались заранее подготовленные сотрудники то есть которые более менее разбираясь в игре поэтому показали неплохую такую игру красивый игровой процесс красиво они там фиг товарик друг другом ну а дальше следующий ролик пошел уже с gamescom и здесь уже так понимаю играли сотрудники пресса поэтому получилось все более сумбурно тот кто играл особо не понимал что делать поначалу да и в принципе не понимал куда-то ломился получала от других игроков общем так выглядело все это как раз попроще уже не настолько зрелищно и собственно на этом контрасте можно уже сделать определенные выводы насчет того как будет игра в итоге выглядеть у массового игрока что будет по сути свои закликивания его ну может быть я и не прав потому что в общем-то в mountain blade тоже есть игроки которые не особо разбираются в том как использовать боевую систему они просто используют одну кнопку мыши а есть более-менее толковые которые уже могут красивый бой показать которые могут хорошо сражаться которые умеют и финтоваться и блокировать правильно и отходить вовремя в общем тут конечно тоже очень такой момент сложный по роликам конечно сложно сделать выводы определенные нужно все это любом случае играть как и заметил на форуме один из наших посетителей что окончательно выводы по игре я смогу сделать только после того как сам ее пощупать в общем-то правильно но тем не менее мы сейчас все-таки обсуждаем еще не вышедшую игру она нас будет выходить когда там ты шестнадцатом году то есть еще не скоро время разработчиков есть но тем не менее вот касательно боевой системы как раз насчет того что я говорил что игрушка мне очень напоминает роза то есть вороза роза с вороза викингс то есть игрушку от под шарк сейчас нынче уже практически забытую чем именно а именно боями у нас здесь две команды по несколько игроков каждый командах игроки что хотят то и делают респаун есть какой-то тоже сумбурный то есть не пойми как игроки респауниться не пойми как друг друга находят и вот это кстати очень напоминает как раз роза где тоже очень во многих картах во многих режимах присутствовало такое что то оттуда бегут то отсюда мы бежим сначала в рубим противника потом разворачиваемся уже на нас другой стороны рао бежит очень такой сумбур он накапливается то есть бои получается я им сказал что прямо не сбалансированы что какие-то непонятные но очень они все-таки выглядят как-то странно вот тут такая же ситуация единственное что здесь те же боты пресловутые которых в розах не было то есть там у нас присутствует только игроки здесь же у нас компьютерные оппоненты которые те самые солдаты попроще выступающие в роли мяса они вроде как свои задачи выполняют пытаются определенные действия совершать заранее запрограммированные это создает хоть какую-то упорядоченность на самом деле карта действия очень динамичные по первому взгляду по первым впечатлениям то есть всякие катапульты стреляют по стенам стены эти рушатся еще что-то происходит ворота вышибают рубки где-то происходит в общем выглядит все конечно потрясно но я еще раз говорю что это монтреальцы они делают динамичные игры игры которые выглядят действительно первоклассно и странно было бы ожидать иного от них а вот касательно самой боосистемы тут конечно очень странно все выглядит то есть еще раз говорю что с одной стороны можно вроде как тут финтиц можно всякие спецприемы использовать но они очень сказочно сами все смотрятся там рыцарь когда хватается за острие своего меча или какой-то совершенно непонятный павод дает что напоминает нам тот же ассасин крит где тоже очень было таких совершенно не реалистичных приемов которые выглядели эффектно но на деле когда пытаешься разобраться такое невозможно в принципе в реальной жизни то есть принципе если говорить про боевую систему это небо на лорд это что-то ну наверно среднее между какой-нибудь совершенно дикой игрушки слэшера где у нас игрок прыгает ну не игрок а персонаж его прыгает на три метра где он своими чем машет и от него шлейф остается от этого меча и от этого же самого серии mount blade а я может даже не матов бы товару за розы даже наверно они ближе а может быть еще и чевалри ближе там что-то может быть даже ближе к нему в плане соотношения удара блок но тем не менее конечно для игроков которые любят лисичность которые любят серьезные повествования эта игрушка вряд ли будет интересно скорее всего даже наоборот они будут от него плеваться но это так сказать совсем первое предположение может быть все будет иначе тут уж как получится может разработчики укреска возьмут и повернут игровой процесс как в другую сторону сделала что-то посерьезнее но конечно маловероятно но в любом случае игрушку стоит подождать посмотреть потому что концепция она в своей основе все-таки интересно стоит немножко подетальнее по изучать игру я это постараюсь ближайшее время сделать ну когда от разработчиков само собой появится более конкретной информации то что я сейчас не так уж и много у нас да есть игровой ролик где много что раскрывается но общая суть все равно остается пока что непонятны ну еще раз говорю что до окончания разработки еще есть время еще возможность разработчиком что-то поменять может быть они это сделать может не сделают но будем следить ну а с вами был ванок спасибо за просмотр видео и всем удачи